Барнаул 20-й по численности город в стране. Уже вроде и не глухая провинция, но газа и нефти у нас нет, и Пизанской башни тоже. Зато есть спичка, сереброплавильный завод. Некоторые эксперты уверены, он может стать успешным брендом. Как один из объектов, что можно опять же сравнить с Кремлем. То есть с любым Кремлем, опять же там Тульский Кремль, Нижнегородский Кремль, Московский Кремль. Все города у нас строились из крепостей. В данном случае у нас город все-таки, если по истории говорить, он строился у нас от завода. Бренд это то, что срабатывает в голове, когда слышим про Барнаул. Это полочка некая. То есть Барнаул это что? Если мы сделаем бренда Барнаулы какое-то историческое здание, а это будет никому не интересно вне Барнаулы. А срабатывает в голове, к примеру, туризм. В большей степени как ворота в Горный Алтай. Кто-то из экспертов даже предложил объединить два региона. Звучала и тема спорта. Все помнят, что в Барнауле проходил Кубок Мира по гребле. А еще наш город уютный и комфортный для жизни. И это, пожалуй, то, с чем оказались согласны все эксперты. Почему я выбираю Барнаул? Я пробовала работать в Питере, пробовала работать в Москве. Я вернулась в Барнаул. Для удаленной работы это действительно очень комфортный город. Те люди, которые по всем городам и странам катались, они возвращаются сюда, потому что это очень классный город для создания семьи. Чего, по мнению собравшихся, не хватает для туристической привлекательности города, так это площада, куда можно пригласить экспертов из разных областей. Кто-то уверен, что нужно проводить стрит-арт-фестивали, позиционировать шукшинский кинофестиваль как Барнаульский, продолжать благоустраивать парки. Видно, что в городе вызывает отклик. Это все говорят, блин, у вас город такой зеленый, дышать можно. И мы в Новосибирск, когда приезжаем, довольно часто мы всегда говорим, блин, ну вот реально просто гарь, и вот они никак не могут с этим справиться. Они приезжают и говорят, что город зеленый. Ну и это действительно так. И, например, вот Изумрудный парк, который я когда еще ходил очень давно, в детстве его помню, никогда там, ну кроме там сомнительных субкультур особо никого не было в Изумрудном парке. То сейчас, если мы туда приходим и видим, что это имеет большой отклик. Но один Изумрудный не привлечет внимания туристов. Со слов эксперта, в городе мало хороших гостиниц. Есть рестораны, но не хватает стильных небольших кафе. Давайте попробуем Ленинский закрывать. Ну, например, гостиницы Алтай до Наберега. Например, в субботу с 18 до 23. А в воскресенье еще что-то. Это будет такая большая прогулочная зона. Там не будет движения. Наверное, появится кафе. Будут музыканты. Где-то и художники. Предложения главы города все поддержали. Но в этом году перекрывать Ленинский не получится из-за сложной дорожной обстановки. Кстати, рассмотреть планируют и другие направления, из которых может родиться бренд. У нас есть ленточный бор, у нас есть наша опера, которая может быть не только у нас. Она очень большая. Но, тем не менее, есть особенности города, может быть, особенности его ландшафта. Я вот лично сейчас так вот сказать, сейчас здесь сказать, что я знаю, какой бренд. Я вам сейчас скажу. Я так не скажу. Это тоже предмет, ну, наверное, больших раздумий. Где мы? Ну, у нас нет нефти, у нас нет угля. Но, однако, прошел чемпионат мира по байдаркам, да? Может быть, следующий чемпионат мира будет по шахматам. Мы в спорте? Мы в искусстве? Итак, где мы? Тогда может быть и бренд. Хорошо? Вячеслав Франк предложил собираться таким составом на постоянной основе. Так что встреча получилась первой, но явно не последней. Уже в следующий раз Данил Снитко, к примеру, готов сделать обзор российских и мировых брендов городов, чтобы разобраться, какие и почему живут долго, а какие канули в небытие. Кстати, идеи, какую концепцию города нужно развивать, а также, что может стать брендом, эксперты хотели бы услышать в том числе от горожан и гостей краевой столицы. Вот только в какой форме провести этот опрос, тоже предстоит определиться. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.